МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед бурей здесь бурное волнение. Впервые в центре современной драматургии берутся за классику. Последние штрихи перед премьерой. Художник по костюмам Татьяна Жарова сгущает краски. Моя первая профессия – это химико-аналитик. И красители многие я составляю самостоятельно. Этот краситель – секрет. Я взял тебя в семью почти как сына. Учил разумной человечей речи. И без тебя я говорить умею. Трампан, дурдум, бодыш, бодыш. Страшный и ужасный снаружи, добрый внутри. Колебан в исполнении Ярослава Максименко получился вовсе не демоническим, скорее забавным. В ЦСД свое прочтение Шекспира, в котором можно и посмеяться, и поэкспериментировать, и похулиганить. Тем более, что вольный перевод Натальи Тульчинской позволяет развернуться. Всегда я мечтал грязью обмазаться и по сцене бегать. Тем более, видите, как реагируют люди. Говорят, это очень веселый выход. Пьесы Шекспира, вы должны все понимать, что это же площадной театр. Они все пронизаны юмором. Обычно к ней, конечно, обращаются режиссеры гораздо старше. Коллективы нашего толка пока что должны ставить. Типа там Гамлетов, как-нибудь Ромео Джульетт, чтобы как бы страдануть, так страдануть. Но тут как-то все так сложилось. В этой версии шекспировская буря-мюзикл, чтобы добавить эмоциональных красок, историю, написанную в 17 веке, рассказывают под аккомпанемент современных рок-фолк-хитов. И никакой фонограммы, живой звук. Приглашенный из музыкального театра солист балета Валентин Царьков исполнил давнюю мечту – запел. Да, артист балета. Все равно мне хочется выразить что-то, хочется еще рассказать людям что-то спеть. Смотрю на солистов-вокалистов нашего театра и тоже как бы белой завистью завидую, потому что тоже хочется очень сильно. Спасибо большое, ЦСД. На эту постановку ЦСД Омск получил грант от Союза театральных деятелей России. Получилась почти диснеевская сказка, но несмотря на современную интерпретацию, суть шекспировской бури осталась прежней. Как пройти этот путь от 12 лет желать мести и потом все-таки простить раскаившихся. Вообще, это пьеса шекспировская, одна из последних. Она о прощении, о любви. Это как такое завещание автора людям на земле, потому что нужно прощать, любить. Давайте попробуем вместе разобраться. Она прилетела в Омск из Польши. В ее багаже «Дикий капитализм». Экспозиция из 13 работ, назвать которые произведениями искусства язык не поворачивается. По уехавшая Мичка, художник и иллюстратор Варвара Токарева, загнала в рамки европейский мусор. Подняла, почистила, отсканировала. Я вышла из дома. Вижу, лежит раздавленный стаканчик. Я думаю, дикий. Все. Дикий капитализм. Вечером уже выставка была готова. Это просто щелкнуло, что он дикий. Все. Не знаю. Ты заходишь, например, в подземный переход, и там стоит... Там есть фотографии огромной женщины такой, с грудью, с жопой. И как бы написано, здесь продают трусы. И я считаю, что это дико. Этикетки, стаканчики, наклейки, символы эпохи метамодерна. Приметы фантиковой реальности, засорившие жизнь современного человека. Но дикий капитализм недолговечен. Вот и выставка открылась всего на один день. Ну а что такое метамодерн сейчас? Это как бы кризис перепотребления, да, который сейчас существует. А перепотребление это вызвано чем? Ну, собственно, вот диким капитализмом, который сейчас наращивает темпы. И совершенно никто не знает, что с ним делать. Вот то, что сейчас здесь представлено, это самое стопроцентное попадание, наверное, в нерв времени. Варвара Токарева покинула Омск 10 лет назад, но расстояние не помешало девушке поработать над визуальным образом бренда GVCR. Последние три года живет в Польше, занимается коммерческим дизайном. Сотрудничала с Forbes, Russia, Rocket Bank и Sensei. Но разговоры о метамодернизме и современном искусстве предпочитает вести на родном языке. В Польше нет Омска, вот я тебе могу сказать так. Это единственный минус. Ну, потому что это мой родной город. Мне хотелось здесь сделать какой-то проект, чтобы пришли мои друзья, те, кто остались жить здесь. Кто-то же остался в Омске, не все покинули. Кто-то попытался, и у него не получилось. Среди тех, кто остался, самый близкий человек. Экспозицию рассматривает мама. Но Варвара не допускает к ней журналистов. Говорит, что мама начнет хвалить свою дочь, и имидж хулиганки затрещит по швам. Впечатления противоречивые. Так как я совершенно случайно был одним из первых преподавателей Варвары во время ее учебы в университете. Ну и помню, что она всегда отличалась креативностью мышления, нестандартными подходами. И потом она выставлялась как график, оригинальный, интересный. Ну вот сейчас совершенно неожиданно себя проявила именно так. Не ищите смысла, его здесь нет, предупреждает художник. Впрочем, и художником ее лучше не называть. Варвара не обидится, но возразит обязательно. Мне не нравится, когда меня называют художником. Я просто Варя Токарева и все. Как бы художник, это прям, ну, знаешь, как бы, я не знаю, прям как звучит, как будто, что вы вот стали депутатом. Как так, ну, как бы, я не знаю. Это очень странно. А эта песня есть, мы видим, из зоопарка. И я подумал, что вот все равно зверушки, вот эти китайские, которые я там вот на оптовке покупал, они как бы для меня, ну, все равно звери, образ же. Вот, и наш немножко слегка такой замусорный город. Такой вот, мы как зверушки в нем, да, вот, погрязли в этом мусоре. Как-то надо уже уходить. Мы же социальные существа, как в мусоре жить. Это же моя реакция вообще на мусор как на таковую. Вообще на продукт цивилизации. Заметьте, уже мусорное ведро наполняется махом. Раньше были картофельные очистки только, это из коробок. А сейчас все, завтрак и все, уже полветла. Ну, коробочки всякие, контейнеры. Поэтому надо как-то так уже подумать над этим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня свободное время проведем в гостях у Орликина. Познакомимся с кукловодом из Бразилии Родриго Андрады и узнаем, какие сказки рассказывали индейцы племени Баре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родриго, рада вас видеть. Вы в гостях у Орликина уже второй раз. К слову, это один из топовых фестивалей. Участие в нем как-то повлияло на ваш театр, на вашу карьеру? Я думаю, это очень важный фестиваль. В 2017 году я впервые попал в гости к Орликину, и это очень сильно повлияло на мою карьеру. После того, как я вернулся с наградой, бразильское правительство стало оказывать поддержку моему театру. В этот раз мне проспонсировали приезд сюда, но у нас с ними теперь сотрудничество, я должен освещать другие спектакли, которые я вижу. Я пишу посты с анализом других спектаклей на Фейсбуке. И когда я приеду обратно, я буду давать мастер-класс и обучать местных актеров тем секретам ремесла, которые узнал здесь. Родриго, в прошлый раз вы показывали моно-спектакль «Остров сокровищ». Чем планируете удивлять на этот раз? Идея этого спектакля появилась у меня еще во время прошлого моего пребывания здесь. Я видел, что зрители очень тепло принимают мой спектакль. Но это была английская история. И я понял, что должен рассказать что-то оригинальное, привезенное из Бразилии. Сам я не коренной бразилец, я сын португальца-испанки. Но, тем не менее, я выбрал миф коренного народа Борре, который живет в Амазонии. И буду рассказывать эту историю. Это история человека по имени Параноминара, который был послан богами, чтобы научить людей и животных, как правильно нужно жить. Почему ваш выбор пал на индейскую мифологию? Расскажите о племени Борре. Племя Борре до сих пор живет на территории Бразилии. Но в 16 веке, когда португальцы стали завоевывать Южную Америку, племя Борре было вынуждено стать посредниками. Они искали и порабощали местные народы, чтобы продавать их в рабство белым. Поэтому получается, что племя Борре осталось где-то посередине. Белые не признают их за своих, но и местные народы не общаются с ними, поскольку считают, что их предали. Буквально 10-15 лет назад племя Борре стало возвращаться к своим истокам. Они стали пытаться возрождать свою культуру. Именно поэтому я выбрал такой миф. Ваш спектакль Параноминара «Послание богов» идет без слов. Это намеренное решение, чтобы не было языкового барьера? Во время своих репетиций я использовал слова народности Борре, чтобы лучше выработать образ. Но я понимал, что я еду в Россию, поэтому отсутствие языкового барьера, отсутствие слов упростит задачу. Даже для нас в Бразилии племя Борре и вся эта история – новость, которую не проходят в школе. Мы точно так же открываем ее для себя. У вас целый театр, состоит он из одного актера. Как так вышло и сложно ли делать театр одному? Да, конечно. На самом деле в моем театре есть еще несколько актеров. Но поскольку перелет в Россию из Бразилии так долг и так дорог, мы не можем позволить себе путешествовать все вместе. В Бразилии экономическая ситуация также оставляет желать лучшего. Поэтому постепенно мы пришли к тому, что стали использовать более маленькие формы, более мелкие персонажи для того, чтобы проще было с ними путешествовать. Расскажите о традициях кукольного театра в Бразилии. В Бразилии также существуют традиционные персонажи, подобно русскому Петрушке или французскому Гениолю. Но проблема в том, что в Бразилии нет специальных вузов или школ, которые обучали бы искусству кукловождения. Поэтому все, что остается, это заимствовать чей-то опыт. Я пошел работать в Большой театр, которому нужно было помочь изготовить дополнительно кукол. Таким образом, через опыт я научился делать куклы. Я понял, как это работает, и мне стало интересно. В Бразилии сейчас тепло, а к нам осень подбирается. Вы как-то утеплялись перед поездкой? И вообще, какие у вас остались воспоминания о Сибири? Я взял с собой куртку, которую купил здесь в прошлый раз. А в Сибири самое сильное впечатление. Это очень гостеприимные люди. Все очень заботливо ко мне относятся. Спрашивают, не замерз ли я. Настолько теплый прием оказывает, что впечатления исключительно положительные. Вы уже немного знаете русский язык? Я учу. Я уже выучил алфавит и даже могу прочитать некоторые надписи. Но это не значит, что я их понимаю. А какие-то слова, может быть, уже знаете? Как два, спасибо, пожалуйста. Один, два, до здоровья. Всего несколько слов, но я стараюсь улучшить свой словарный запас. Сегодня о своем свободном времени нам расскажет преподаватель истории изобразительного искусства Галина Черба. В свободное от работы время я предпочитаю работать руками. В силу того, что моя обычная работа – это работа головой. Потому что я преподаю историю изобразительного искусства. И, кроме всего прочего, она еще сидячая. Я танцую. Танцы под джаз, все, что можно танцевать под джаз – это шек, это линди-хоп, это блюз, ну, много чего. И в процессе освоения вообще всего, что можно под джаз танцевать. Но та деятельность, которую результаты, плоды трудов можно показать, я активно колупаю придомовую территорию. Называю это лихим словом, таким немножко южным полисадник. И, в общем, пытаюсь каким-то образом противостоять голой земле и разрухе. Это вообще очень сложный вопрос, что посадить, потому что эти растения должны быть антивандальные. Конечно, идеально это металлические растения, которые были бы залиты бетоном. Был, в общем, такой очень драматичный для нас тех момент, когда дерево, которое мы заботливо холили и лелеяли, потому что высаживаю я, в общем, это моя инициатива, но помогает весь двор ухаживать за этим небольшим участком. И, к большому сожалению, оно было сломано. Стараешься высаживать что-то простое, устойчивое, но при этом, чтобы это было красиво, радовало глаз. И, в общем, было неприхотливо и зимовало. Территория парка «Зеленый остров» на день превратилась в настоящий полигон утилизации отходов. А мечи пришли, чтобы поучаствовать в чистых играх. Это квест, в котором побеждает тот, кто соберет больше мусора. И теперь для укрепления коленных суставов суперактуальная тема. Стоя на носочках, на выдохе приседаем так, как будто по сосне сползаем. На вдохе поднимаемся вверх. Баланс держим. Сеанс йоги, чтобы спокойнее относиться к чужому свинству. Да и размяться не помешает. Набивая мешки на скорость, главное не травмироваться. Теперь, когда мышцы разогреты, все в игру. Мы начинаем. Пять, четыре, три, два, один, вперед! Команды ринулись в бой. За мусором в Омске далеко ходить не надо. Уже на линии старта есть что убрать. Мелкие стекла, окурки, обертки и фантики. Под ногами мусорная мозаика. Ближе к берегу, чище не становится. Рыбаки отвлеклись от своих удочек и наблюдают за чужим уловом. Ребят, ну важно, чтобы каждый человек, который сюда приходит на берег, не оставлял просто за собой мусора. И тогда и нечего будет волонтерами делать. Анастасия Горенко здесь, чтобы подать пример своим детям. Приучает к тому, что мусор нужно не только доносить до урны, а еще и сортировать. У нас два пакета. Один для бумаги, а другой для стекла. Да, мы сразу собираем его в отдельные пакеты, сортируем. Зачем вы это делаете? Суббота, выходной. Вам делать нечего? Мы очень хотим, чтобы наш город был чистым. Правда, очень хочется по чистому парку гулять. Поэтому пришли сюда сегодня с детьми. Вот, и да? Да. В общем-то, детям нравится. Набил мешок, припаркуй его на складе. Организаторы едва успевают подсчитывать баллы. Еще бы, ведь за уборку одномоментно взялись больше двух сотен мячей. Тут бы порадоваться сознательности горожан, но показатели скорее пугают. За несколько часов чистых игр лишь на зеленом острове было собрано 263 мешка отходов. Почти две тонны мусора, выброшенного мимо урн отдыхающими в парке. Сейчас в России очень актуальна проблема свалок. Дело в том, что туда отправляется смешанный мусор, из которого можно выделить лишь около 5% вторсырья. А вот такой, заранее сортированный, перерабатывается практически полностью. А значит, не дает площади мусорных полигонов расти, а главное, не вредит экологии. Победителей чистых игр наградили, а чтобы повеселиться после такой грязной уборочной кампании, провели конкурс. Среди мусорных артефактов тюбинг, рыбацкая сумка, весло и пакет с нижним бельем. Чего только не оставляют и мячи в траве. Так что, если кто-то узнал свое имущество, знайте, ваш мусор выбросили за вас люди с чистыми намерениями. Появилась новая волна, пошла. Отчасти это связано с тем, что брейкинг становится олимпийским видом спорта. Все больше и больше родители хотят видеть своих детей на танцполе, и в том числе в олимпийской сборной. Огромное количество критериев смотрится, техничность, смотрится, насколько человек оригинален, насколько он хорошо слушает музыку. Но это основные аспекты. Брейкинг – это все-таки идет состязание между двумя людьми. Они борются не только танцем, но еще и энергией и подачей. То есть ты можешь классно делать, но если ты выходишь и вяло это делаешь, скорее всего ты проиграешь. Это очень сложно. Стоим, 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 на голове, на руках. Делать всякие движения резкие. Мне кажется, надо просто настроение. И быть, чувствовать уверенно, и делать хорошие, красивые движения. Соперники сложные, конечно, нужно очень много приложить усилий, чтобы их победить. Ребенка привела я на брейк-данс. Для большишки это вообще самые лучшие танцы, я считаю, потому что здесь они крутятся на спине, делают невероятные штуки. И на самом деле это производит всегда впечатление. Поэтому у нас вся семья болеет, мы всей семьей ходим на батлы, и у нас на самом деле такая, знаете, одна большая семья. Дома у меня было много энергии, вот, и я умел некоторые движения делать, даже не знал, что они вообще есть в танцах. Вот, и меня родители отправили на брейк-данс. Я тренируюсь уже три года. Я могу крутить всякие штуки и выступать на многих мероприятиях. Даже в школе я иногда выступаю. И я буду сегодня победителем. Здесь еще идет и моральная составляющая, и ментальная и так далее. То есть помимо гимнастики, силовых каких-то упражнений, музыкальности, ты развиваешься как личность, борешься со страхами. Когда участвуешь на публике, раскрываешься как человек. На прогулку галопом догоняем тепло верхом на коне. Всего час езды от города, поселок Олонский. В конном клубе «Парфенон» 30 лошадок. Обожают гостей и сладкую жизнь. За сахарок готовы прокатиться ветерком. Главный секрет верховой езды – это умение расслабиться и поймать ритм движения лошади. Тогда конная прогулка заменит вам сеанс массажа, например, или силовую тренировку. Прокатившись верхом, вы можете потратить почти 500 калорий, прокачать все группы мышц. А главное – получить массу положительных эмоций. Верховая езда прокачает не только мышцы, но и мозг. Начинающему наезднику придется решать множество задач одномоментно. Контролировать маршрут, управлять лошадиными силами и держаться в седле. А еще лошади лечат – от стресса точно. Достаточно просто побыть рядом, потрепать по холке и заглянуть в их невероятные глаза. Вот и весь сеанс терапии. Здесь лошадки рабочие и скаковые. Вот, например, известный спортсмен по кличке Парфенон, в честь которого и назван клуб. Он – любимец хозяйки фермы. Наталья в прошлом жакея так и не смогла расстаться с любовью к этим животным. Дети и внуки разделили увлечение. Теперь у каждого свои фавориты. Это самая ленивая лошадь. На самом деле он самый добрый, самый спокойный. Он любимец всех детей. Он добрый, любит угощения. Все вот детки приезжают и вот вокруг него с ним всегда общаются. Это просто потрясающее. Общение с этими невероятными животными дает такой позитив. Просто незабываемо. Вот, например, сейчас он пытается залезть ко мне в кармашек и проверить, может, у меня есть что-то вкусненькое. Отправиться в Скач за хорошим настроением или просто почувствовать себя на коне можно каждую пятницу и субботу. Главное – взять с собой удобную одежду и не забыть угощения для сладкоежек. Космические пираты, погоня на луноходах и парение в невесомости. Киноманов на этой неделе отправят в путешествие по солнечной системе в компании голливудских звезд – Брэда Пита и Томми Ли Джонса. Спасать Землю и человечество от вселенской угрозы они начнут с четверга. Другое сражение с витринными мельницами развернется в пятницу на сцене Омского тюса. Екатеринбургский театр «Кукол» представит фантазийную версию романа о Дон Кихоте. Спектакль номинант национальной театральной премии «Золотая маска». Омская драма в субботу открывает новый сезон. Сразу двумя премьерами. Зрителей приглашают на кинопробы внеснятые фильмы советского сценариста и режиссера Геннадия Шпаликова. Ему посвящен спектакль «Причал. Воздух. Детство». На камерной сцене об упущенной жизни и любви задумается дядя Ваня. Тех, кто сожалением о прошлом предпочитает веселое настоящее, ждут воскресенье в концертном зале. Специальным гостем шоу «Историй. Нечего внукам рассказать» станет капитан знаменитой команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко. Подпеть хитам легендарного Фредди Меркьюри омские меломаны смогут в понедельник. Самое большое в Европе трибьют-шоу группы КВН в новом гастрольном туре с программой «Богемская рапсодия». Во вторник один за всех на сцене музыкального театра выступит Максим Галкин. Пародист обещает перевоплотиться в Федора Шаляпина, Александра Вертинского, Бориса Гребенщикова и Жанну Агузарову.